Дорогие друзья, я вас приветствую. Специально для Фабрики Новын с нами сегодня Мария Максакова. Будем обсуждать события последних дней, последних часов, потому что обсуждать есть, что события достаточно трагические и в Украине, и в Израиле. Начнем, пожалуй, с Израиля, наверное. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Наташа. Я приветствую всю нашу аудиторию. Ну вот начну с Израиля, потому что это буквально в выходные всегда постоянно тектонические, так сказать, сумасшедшие сдвиги происходят в лентах новостей и так далее, потому что ничего подобного с войны судного дня не было, и в Израиле официально объявлена война, как мы знаем. И очень много израильтян уже погибло. Очень много расстрелянных, буквально вчера были израильские туристы в Египте, внутри страны. Творится кошмар, погибло очень много гражданских людей, там, вы знаете, на музыкальном фестивале, что произошло и так далее. И тут вот мне хочется вот с чего начать. Вот эта фотография, которая ходит и гуляет по интернету, где Лавров сейт напротив, так сказать, лидеров Хамаса, она очень отражает вот эту суть этих стран, для которых нет никакого международного права, насилия. И вот это желание «хочу, чтобы эта земля была моей, и она будет моей». Вот мне кажется, что русский след, хотя никто об этом официально не говорит, все-таки в этой истории, в этой страшной, в этом страшном месиве и начала войны в Израиле все-таки есть. Смотрите, я всю ночь вела эфиры с, один с капитаном армии обороны Израиля в запасе, с Григорием Тамаром, который мне просто с места событий говорил о том, что и как происходит. И второй эфир с Алексеем Лушниковым, который довольно известный телевизионщик в прошлом, когда-то давно был депутатом Лен-Совета, это еще во времена Собчака, а потом уже давно уехал из России. И я как раз этот же вопрос, собственно, и задавала, по большому счету. И если Лушников, например, полностью разделяет как раз-таки, ну, видимо, и вашу Наташу, и мою точку зрения, то Григорий Тамар был несколько сдержанней, говоря о том, что, в принципе, все зло, оно вообще на одно лицо. Но я все-таки думаю, что нам стоит развить, ну, вот нашу с вами гипотезу, скажем так, и начать с того, что традиционно Советский Союз все время заигрывал еще с Ясером Арафатом. Начнем с этого. Начнем с того, что те так называемые вот эти, как это сказать, герои, как у них там это написано на доске почета, а по сути просто террористы, офицеры советские, которые вот в дни арабо-израильских сражений выступали как раз-таки, как именно, что террористы на стороне Палестины, то, конечно же, это, так сказать, ну, выстраивается в определенную логическую цепочку. Государственный антисемитизм мы с вами обсуждали неоднократно. Советский антисемитизм, он имеет глубинные корни еще в Российскую империю. Черносотенство, Победоносцев, Александр Третий, эти переводы фальсификатов разнообразных, подложных вот этих якобы, так сказать, как это сказать даже, вот, якобы каких-то документов, да, то есть эти протоколы сессионских мудрецов, при этом черта оседлости и так далее. Это все было в Российской империи, потом, конечно же, КГБ и НКВД с большим удовольствием это переняло, был пятый пункт при приеме на работу, потом за эти жуткие совершенно преследования и геноцид еврейского народа, в общем-то, в Советском Союзе, и разнообразные там депортации, организации каких-то автономий в далеко расположенных и, в общем-то, не слишком комфортных широтах, это все понятно, дальше возникла поправка Джексона Веника, которая была следствием вот этого государственного антисемитизма, тогда уже Соединенные Штаты Америки решили положить этому конец, и с одной стороны, конечно, было то обстоятельство, что Сталин не рассчитывался за ленд-лист, предоставленный Советскому Союзу, но это, так сказать, было только одной, одна из причин, а вот основная это была, конечно, вот эта государственная доктрина с этим чудовищным антисемитизмом, и, в конце концов, в общем-то, и поправка Джексона Веника во многом была, ну, так скажем, кумулятивно одним из факторов распада Советского Союза, в конце концов. И надо сказать, что эту поправку долго пытались отменить, уже потом в отношении России она продолжала действовать, ее, в конце концов, спустя годы только отменили, но и возник, соответственно, от Магнитского. Это уже когда они продемонстрировали очередное свое людоедство, когда они стали преследовать всех, кто расследует их казнократство, их воровство. Путин и его ближайшее окружение, конечно же, были в ярости от того, что Сергей Магнитский нашел все вот эти, раскопал все эти их делишки, и когда Билл Браудер, в конце концов, после трагической гибели Магнитского добился, добился того, чтобы в США появился закон, то есть от Магнитского, который уже не был направлен, в отличие от поправки Джексона Веника, на всю экономику там и сырьевую, в частности, как было в Советском Союзе, и тогда еще первые десятилетия существования России, а именно направлено против непосредственных злодеев, непосредственных людоедов, Путина, его щитов, его офшоров, вот эти знаменитые 2 миллиарда, которые он подарил своему, так сказать, главному наперстнику, видимо, самой большой любви в своей жизни, этому пелочерюсту Ралдугию, ну вот это все всплывало там шаг за шагом, потом уже сотни миллиардов, которые они отмывали через разные, в том числе и европейские банки и так далее, это создавал, конечно, колоссальный дискомфорт, но я хотела при этом подчеркнуть, что все-таки Соединенные Штаты в тот период времени как бы пересмотрели свои отношения и решили, что то было в Советском Союзе, то был антисемитизм, но они эту поправку в итоге убрали, потому что Путин свой антисемитизм старался всегда, ну как-то сказать, закрыть, скрыть от наблюдателя, хотя он принимал во времена советские самые деятельные участия в этом самом процессе, потому что он, как мы уже, кажется, тоже с вами как-то раз обсуждали, он был непосредственным участником, то есть как только он закончил школу прапорщиков КГБ СССР, он был распределен в отдел по отказникам, в управление по инакомыслию, по Ленинграду, его этим шефом непосредственным был Леонид Надиров, и там он занимался преследованием, фальсификациями, там фабрикованием уголовных дел против евреев, которые хотели репетриироваться на родину, свою историческую имели на это основание все, но вместо этого оказывались в местах не столь отдаленных, а мы еще к тому же знаем, что Советский Союз мало преследовал, он еще и пытался их всячески нагромоздить неоплатными якобы долгами перед Советской Родиной и так далее, то есть там была вот эта вся система, в этой системе вырос Путин, ему, естественно, были куда ближе арабские террористы, его один из таких, ну как сказать, эталонов государственной деятельности, несмотря на то, что у них между собой в конце концов был конфликт, но тем не менее, ну по интересам, потому что Примаков, Евгений Максимович, он был из той старой формации таких чекистов, которые стояли все-таки в, не знаю, в каком-то смокинге с бабочкой и бокалом шампанского, занимаясь все тем же самым, то есть поддерживая связи с арабскими террористами, всячески помогая вот этому палестинскому режиму и так далее, но в это время вышел гопник из-под воротни Путин со своими чекистами в косухах, так сказать, и с кастетами, и в итоге получилось, что те, значит, более такие штирлицеподобные какие-то 17 мгновений весны укатились в далекое прошлое. В общем, как бы то ни было, но тем не менее, он тоже внес свой колоссальный вклад вот в это самое движение, то есть в антисемитизм уже не просто внутри государства там советского, а на международном уровне они всегда поддерживали все, что мешало Израилю жить, дышать и развиваться. Поэтому, когда мы говорим, что стоит за тем страшным и дрящимся чудовищным террористическим актом, преступлением, которое вот началось, сколько уже часов, наверное, 48 прошло, с тех пор, как это все началось, то, конечно... Это не просто уже террористический акт, объявлена же война. Это война и ужас в чем? В том, что сформировалась некая ось зла, она и не скрывает, что она из себя представляет эту ось зла. То есть это Иран, который с Россией давно выстраивает эти тесные взаимоотношения. Уже сколько лет прошло? Ну, наверное, лет 12, не меньше, с того момента, как израильская разведка начала предупреждать, что «Росатом» под видом строительства атомной электростанции в Бушере, в Иране, на самом-то деле снабжает Иран технологиями по обогащению урана. На самом-то деле, то есть Россия во главе с... То есть Кириенко тогда возглавлял «Росатом». Он к тому времени, между прочим, уже был под санкциями. Или вот это... Да, был уже под санкциями. За что? За то, что Луговой отравил полонием Литвиненко в Лондоне. А все почему? Потому что, опять-таки, из-под... Ну, без санкции главы это бы не могло получиться. Они всю цепочку расследовали вплоть до того, кто, в конце концов, отдал на сторону этот редкий изотоп. И с тех самых пор Кириенко уже был под всеми санкциями. Ему, в общем, я так понимаю, видимо, было терять нечего. И он решил, что вот это самое лучшее для него течение, так сказать, его карьера, если он сблизится максимально с этим террористическим режимом Айатол. Там он, безусловно, внес большую лепту. И когда, в конце концов, уже спустя десятилетия Иран стал поставлять свое вооружение для того, чтобы уже терпящее поражение армия Путина как-то еще могла какое-то время продолжать свои террористические атаки, вот тогда началось снабжение России иранскими дронами. Это абсолютно уже ни для кого не секретно. Это, по-моему, медицинский установленный факт, независимо от того, что там оба режима врут на эту тему. Потом они стали помогать разворачивать это производство уже непосредственно в России в, так сказать, меньшем доступе, чтобы оно находилось. Потому что производства, которые Иран устраивал вот эти вот и торговал в итоге с Россией, эти производства были под ударом израильской армии. периодически наносились удары... Я прошу прощения. Периодически наносились удары, и эти производства разбивались там в дребезги, и, соответственно, это опять-таки вынуждало корректировать планы этих диктаторских преступных режимов. Дальше они вот стали, так сказать, помогать это все налаживать уже где-то там в глубине России, куда, в общем, меньше гораздо доступа пока, к сожалению. Хотя, надо сказать, что большие успехи делают, делает благодатный огонь, так бы я сказала, который периодически в разные, но очень подходящие места не сходит просто с небес. Не будем обсуждать усилиями РДК, региона России, повстанцев внутри России или какими-то другими силами это делается. Ну, мы знаем, что довольно эффективно поражаются разные цели уже на территории России, но все-таки, конечно же, в непосредственной близости от Израиля сами производства были постоянно в зоне риска. То, что у Ирана откровенная доктрина антисемитская, которая просто у них является там государственной, это тоже всем известно. Поэтому, как только эти два режима окончательно сплелись в одну гидру, в одну ось зла, ну, был, наверное, только вопрос времени, когда они что-нибудь такое вот страшное, очередной раз устроят. Ну, тут к ним, конечно, еще можно примыкающие какие-то страны перечислить. То есть мы понимаем, что Путин в любом случае сейчас пытается, ну, скорее всего, получив какие-то там снаряды, может, еще советского образца, от Северной Кореи, ему нужно все равно какое-то время для того, чтобы как-то, ну, я не знаю, может, там перегруппироваться или еще что-то. И вот для этого, как мне это видится, сделана вот такая, ну, по своей, не знаю, по циничности, по тем кадрам, которые мы видим. Дети, как это все страшно, по тому, как они действуют. Это страшно напоминает все. Бучу, Ирпень, Изюм. Это все напоминает технологию. Об этом журналисты говорят, да, что вот это все не со связанными руками, да. Раньше, как бы, вот я понимаю, что у Израиля было очень много столкновений с этими террористами. Я понимаю, что были разные фазы. Но все-таки этот почерк, он, как мне кажется, хотя, безусловно, я далека от того, чтобы там, ну, в силу, так сказать, от того, что я просто, ну, как и все мы, уже 19 месяцев сама под вот этими террористическими атаками, с ежедневными там тревогами воздушными. Тут хочешь, не хочешь, начнешь разбираться во всем этом. Это, знаете, как бы стимулирует к тому, чтобы, ну, адекватно оценивать реальность, в которой мы находимся. И вот я считаю, что все-таки те методы, которыми они начали действовать, то есть вот сразу выбивать из строя инфраструктурный объект второй по значимости, для которой вырабатывает электричество. При том, что это касается в том числе тех самых регионов, которые до этого Израиль снабжал электроэнергией, даже не помешало. То есть это какая-то, так сказать, дикость даже, в общем-то, непонятная. Но тем не менее они действуют по этому сцену. То есть они начали похищать мирное население детей в заложнике. То есть это то, что мы видели массово. И, к сожалению, мы еще до сих пор не знаем пределов этому людоедству, потому что только по мере того, как вооруженные силы Украины освобождают земли, становится возможным расследование всех этих преступлений. Да, конечно, мы их установили. Надо каждый раз говорить огромную благодарность всем активистам, всем неравнодушным. То есть это же, ну, во многом и волонтеры, и, естественно, и в первую очередь, наверное, правильно сказать, правоохранительные органы Украины, которые позволяют все-таки, несмотря на всю болезненность этого, это очень травмирующий процесс, ретравмирующий процесс. Это все нужно фиксировать по многу раз, эти все проходить процедуры, но все-таки, в конце концов, это привело к тому, что есть ордер международного уголовного суда на непосредственного главного злодея Путина. Поэтому, конечно, проволочки идут очень медленные, мы работаем как можем, но понятное дело, что теперь открывается как бы против этого общего для Украины и Израиля врага второй, получается, фронт, так бы я, наверное, сказала, потому что Иран и Россия, я лично считаю, уже вполне могут восприниматься как, ну, так сказать, ну, два террористических режима, по сути, слившихся. И, учитывая, что у них есть, как ни крути, акватория Каспийского моря, то есть это, ну, можно быть, даже, так сказать, общая водная граница, так, наверное, надо рассматривать, это даже не как свободные какие-то там воды, а именно как возможность переправки туда практически под очень малым уровнем контраконтроля. Ну, с одной стороны, есть, конечно, страны, которые, в принципе, я уверена, что стараются все-таки как-то следить за этим процессом, я имею в виду, в первую очередь, конечно, Азербайджан, но при этом, при всем, к сожалению, вот такая тесная связь, и это вот довольно угрожающе. Продолжаю эту тему, мне хочется вернуться непосредственно к украинским событиям, потому что вот на этой неделе, которую мы обсуждаем, было очень много разговоров вокруг этого Валдайского форума, где Путин, собственно говоря, по-моему, первый раз так поясничая, не прикрыто совершенно выступал как руководитель террористического государства. Он говорил о том, что украинский кризис, как он сказал, кризис не война, кризис это не территориальный конфликт, у России нет никаких интересов с точки зрения там территориальных, речь идет о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Он уже не скрывает о том, что он хотел бы стать тем человеком, который будет диктовать, каким будет мироустройство, и что у них там будут новые принципы. Когда Симоньян у него спросил, собирается ли он где-то останавливаться, он уклонился от ответа, и было понятно, что он нигде не собирается останавливаться, несмотря на его идиотские шуточки про Одессу или про какой-нибудь другой украинский город, понимаете, но он показался как руководитель террористического государства. Дело в том, что у них есть такая определенная тоже вот методичка, в крайних случаях надо прикидываться, ну так сказать, индуктором манихейского бреда. То есть Сталин, почему так на всех действовал устрашающе? Потому что допускали, что он действительно подвержен разнообразным вот этим бредовым отклонениям, паранойи, манией там, соответственно, преследования, величия и так далее. Но понятное дело, что тут они, кстати, и в этом направлении постоянно расковыривают раны истории. То есть известно, что в России установлено какое-то рекордное количество памятников Сталину. Я бы даже назвала это не столько памятниками, сколько злопамятниками, чтобы еще больше ковыряться вот в этих животных страхах, которые тогда были очень свойственны, к сожалению, Советскому Союзу, его народу, который просто, естественно, от этих репрессий, ну, он не знал, куда деваться. Не говоря уже про отрицательный отбор, не говоря уже про то, что, в конце концов, эти палачи, эти людоеды, они победили. Не было ни суда над КПСС, ни суда над ИСС еще, тем более над КГБ. Оно просто вывеску сменило, методы сохранив прежние. И таким образом, не проводя никакой люстрации, не давая никакой правовой оценки всему тому, что происходило с этим преступлением советского режима, тянущимся, по большому счету, и поскольку этой правовой оценки не было дано, эти преступления продолжают длиться во времени. Они просто несколько видоизменились, там вывески поменяли и так далее. То он пытается, будучи, естественно, обыкновенным троечником, воришкой, вот эти свои вульгаризмы, которыми просто уже испещрена его бестолковая речь, бессвязная, вся по бумагам. Это что за такой Акела, который уже, пардон, я это сказала еще тогда, два года там, ну, чуть меньше назад, что, кажется, в этот раз он не столько промахнулся, сколько... Абазил. И действительно, вот с тех самых пор он пытается какую-то мину при провальной совершенно ситуации изображать. Он поясничает. Это очень было правильное тоже определение. Он делает вид, что он, ну, так сказать, болен этим манихейским бредом для того, чтобы всем было как бы вокруг страшно, что такой сумасшедший, которого он пытается из себя изобразить. Может ведь всякое, а вдруг на кнопку нажмет. В этом смысле Медведев, между прочим, он даже предвосхитил это вот, так сказать, течение событий. Он еще раньше притворил поступление в этом плане алкоголиком и совершенно, ну, я не знаю, как это сказать, неадекватным просто психопатом, социопатом. То есть он уже себе этот первый, так сказать, занял это почетное, значит, место в психиатрической клинике в палате номер 6. Но это теперь уже следует его пути. То есть в чем дело, значит, когда Рейген пообщался с Андроповым, он приехал назад и сказал, произнес свою знаменитую фразу. Вы можете себе представить, они на полном серьезе считают или, как бы сказать, вот убеждены, убеждены, будто бы мы, имеется в виду в стране штаты, собираемся на них напасть. Но к большому сожалению, разговаривать с ними приходится мне, говорит Рейген, а не психиатру. То есть они очень любили изначально вот этот самый флер безумия. То есть сказать, что КГБшник, прораженный, глава КГБ СССР, Андропов, был в каком-то нездоровом маниакальном бреду, это циник, это просто без живого вообще места. Ну, тоже, кстати, один из таких примеров, которым любит очень подражать Путин. Поэтому все, что он натворял на этом самом форуме, опять, так сказать, долго, причем надо же понимать, он 20-й, они 150 раз подчеркнули, какие они долгожители, сколько им удается, значит, одурачивать вокруг себя вот этот весь народец, который... Да, но аплодисментов было сравнительно меньше. Все-таки, ну, я удивилась тому, что они встали зачем-то, когда он завалился туда. Вот. Он сразу достал такую весистую папку очень крупного текста напечатанного, которую, как я подошел на трибуну, стало сразу понятно, что это надолго. Потом он пытался, поскольку текст этот он не писал, там бригады работают на создание этого стендапа. Значит, он поэтому пытался периодически заигрывать с публикой и делать вид, что это его собственник, или вся тема, который он писал до того. Ну, и как только он отрывался от бумаги, он тут же, конечно же, сбивался, не мог согласовать подлежащее со сказуемым, и вообще, так сказать, путался в наборах букв, и периодически срывался на обрыванг. Но при этом он, конечно же, основные пункты вот этого своего бешенства, ну, имитируемого, выдал. Конечно же, он насторожил многих, ну, это непривычная ситуация достаточно. При этом надо, конечно же, сказать, что вот, когда появляется такой индуктор вот этого манихейского бреда, то есть, соответственно, рецепиенты. Вот тут бы я хотела остановиться на том, что когда индуктор, пускай даже абсолютный циник, вот такая мразь, которая, в принципе, обеспокоена своей дальнейшей, вот, так сказать, судьбинушкой и тем, что, в общем-то, заждались уже не только черти в аду, но и непосредственно судьи Международного уголовного суда в Гаге, то, конечно, уже, так сказать, он загнан несколько вот на этой шахматной доске в не очень удобное для себя положение и вот оттуда он теперь огрызается и старается что сказать? Он старается сделать следующее. То есть, понятно, что это все цинизм, поясничество, ерничество, вот это скоморох злой, значит, но при этом, при всем рецепиенты среди вот его стамиллионный, потому что 140 это большое преувеличение, это мертвые души, которые ходят голосовать в основном, ну, никуда не ходят, но приписывается. Но даже если взять из этих 100 миллионов, то там, к сожалению, находится достаточно много таких, которые потом это кристаллизируют, к сожалению, в своей башке, вот именно что в устойчивую концепцию идиотизма. И действительно это угрожает не столько тем, что сам он вот сколько-нибудь верит в тот бред, который он производит, сколько он выдумал для себя такое удобное положение. То есть, он решил теперь притвориться таким, ну, как бы об этом писала Валерия Ильична Новодворская. Еще когда-то это казалось, что она просто ярким, так сказать, словом, не щадя, вот, такие яркие эпитеты, даже ярлыки, что ли, навешивает на него, а он просто какой-то, ну, бледная моль, там, не знаю, курок, она там написала, что вот он с бредом величия, там, и так далее, все вот это вот. Но видно, что отчасти, отчасти он, конечно, это принимает для себя как коком, в котором он будет и дальше угрожать не только ядерной дубиной, но еще и вот частью своей, поверившей в этот бред аудитории, конечно, они все вместе никакого приятного ощущения не оставляют. Это понятно, что они у любого здорового человека вызывают поменьше период чувства брезгливости, потому что любой, который видит вот эти заигрывания в помешательство, где оно там есть, сколько его там, оно всегда у всех воспринимается там, ну, по-разному, тем более, что мы знаем, даже когда проводились разнообразные опыты уже непосредственно во всяких психиатрических клиниках, то там тоже бывают, как сказать, протоколы, которые у одного психиатра выглядят одним образом, то есть врачи тоже не всегда едины, в точности постановки какого-то диагноза. Я одно могу сказать. С моей личной точки зрения он продолжает быть абсолютно вменяемым, циничным, уже загнанным в угол, довольно сильно перепуганным. Он в непривычной для себя обстановке находится. У него дилемма. Ему надо то ли проводить выборы, которые он вроде как намерен проводить, но в то же самое время ему надо бы как-то вот демонстрировать хоть что-то, потому что то, что я вот о нем сказала по поводу Акеллова, я думаю, уже говорит о нем все его ближайшее окружение, то есть авторитет им потерян, даже внутри своих, собственно, вот этих так доморощенных на помидорной грядке элит. Но это вилка, потому что если он объявит тотальную мобилизацию, то есть риск того, что это вызовет, тем не менее, как ни странно, некоторое количество бунтов. И это может помешать им проштамповать, как они это обычно любят, результаты, вот на выборах. И самое интересное, что у них есть способ спиритической связи со сдохшим Кадыровым через его телеграм-канал. Значит, он делает вид, что он в этом телеграм-канале по-прежнему жив, и он выдал там сентенцию, будто бы, что либо надо отказаться от выборов, пока вот идет, как он там, я уже сейчас не берусь за точность, цитаты этого спиритического сеанса, значит, либо надо проводить выборы с одним кандидатом. Марина, я бы хотела уточнить по поводу, как вы говорили, сдохшего Кадырова. А вы уверены, что его уже нет? Да? Ну, а как можно после того, что там было с этой почкой, как это очень остроумно подметил Юрий Великий в своей миниатюре, он отказался от своих почек в пользу почки дочери, которую у нее, соответственно, предварительно вырезали, и попытались ему трансплантировать. Но, судя по всему, учитывая его образ жизни, я тут гораздо больше верю главе правительства Ичкерии в изгнании Закаю, который дал развернутое интервью на эту тему, нежели тем телеграм-каналом и прочим средствам российской пропаганды по поводу состояния его здоровья. То есть, понятно совершенно, что такой образ жизни, который он вел, ну, несовместим никак с такими рискованными медицинскими вмешательствами. Поэтому я думаю, что ровно в тот день, когда там было большое скопление машин около Центральной клинической больницы, не хватало только катафалка Аурус. Это единственное, кстати, достижение российского автопрома. Вот. Его не хватало, он уже заскучал, потому что месяц он ждал. Ну, это же его первого пассажира Жириновского, он месяц дожидался, пока его вытащили из ретрижератора морга, когда наконец сказали, что тушка мертва. Вот. Но месяц, тем не менее, он провалялся там в морозильной камере. Поэтому я думаю, что вот сейчас Аурус, катафалк, заждался уже во второй раз. Ну, посмотрим, сколько времени они будут еще притворяться, будто бы он не умер. А вот эта встреча, которую они провозгласили там, не знаю, полторы недели назад, что ли, или две, вы считаете, что это старая была, старой съемки, да? Во-первых, ЦКБ существует еще с ельцинских времен кабинет-двойник Путина. То есть, для того, чтобы Ельцин тогда, в моменты своего тяжелейшего абстинентного синдрома мог по-прежнему имитировать, как это называлось, крепкое ельцинское рукопожатие, для этого, значит, был просто построен кабинет-двойник непосредственно в Центральной клинической больнице, где, судя по всему, и проходила эта встреча. Не удивлюсь, если, то есть, еще пока там, он, ну, я не знаю, как они его собрали, там, как туда они попрятали всякие там провода и все прочее, но, тем не менее, значит, незадолго до смерти, судя по всему, некоторые, конечно, консервы им пришлось там записывать. Не удивлюсь, что если бы и Путин сам тоже все это время проводил в какой-нибудь соседней палате, потому что, должна сказать, уже тут тоже такие наблюдения, так сказать, профессионального характера. Любой, знаете, певец, он все равно в какой-то степени, деформация восприятия голоса, это невозможно ничего с этим сделать, начинаешь прислушиваться. То есть, у него, у Путина, сейчас, очевидно, как бы, какая-то идет подготовка, потому что его вот эти гормонами раздутые связки, откуда-то дробный голос появившийся, потому что раньше он шипел и шептал. Теперь, значит, у него он старался себе придать какой-то мускулиности, очевидно, отсутствующей, как мы знаем, не с чего бы им ей браться, учитывая его образ жизни и вообще предпочтения. Но, тем не менее, они, очевидно, сопровождали какую-то более сложную терапию, еще и гормональную, как бывает в таких случаях, и, судя по вот результатам, некоторое количество лет назад, он начал очень сильно хрипеть и кашлять. В этот раз, выйдя на вот эту вот к этой трибуне, он начал говорить опять не своим голосом, то есть с этим голосом опять поработали, но у него небольшой период, пока это действует, то есть очевидно совершенно, что его несло, он не может успокоиться. Вот ему сказали, у тебя час, через час карета превратится в тыкву, а лошади в крыс, и ты сам тоже, соответственно, в нее же. Вот, но, тем не менее, он не мог, ему надо обязательно было на всех, значит, ядом этим, ну, то есть понятно, что он перепуган, еще что-то, но он все равно хочет всех обрызгать ядом, ему надо было рассказать какой-то просто, ну, уже бред, не поддающийся вообще, даже, я не знаю, разбору по поводу того, как Уткин с Пригожиным гранатами игрались на борту Эмбрайера, то есть его несет на каждом шагу, он не может остановиться, потому что все, в принципе, ну как, карета, в общем, в тыкву превратилась, вот, так же, как и все кучеры, и он сам, но тем не менее, тем не менее, он хочет, вот этот голый король, он хочет как-то получать фидбэк от своей, вот этой прикормленной аудитории, от части статистов, от части каких-то там людей, которые, зачем я не могу понять, вообще приезжают еще туда, это напрасный труд, артель напрасный труд, как бы то ни было, хотят ли они в чем-то удостовериться, считают ли они, что они приносят какие-то важные разведданные своим странам, я не знаю, чем они там руководствуются, но это, конечно, досадная и напрасная трата времени, в то время, как ему очень хочется вот этого эффекта, когда он отправил, вслед за, значит, выступлением Пригожина в Ростове, он отправил одного из линейки Путина подобных в Дербент, причем тут, надо сказать, не в Махачкалу даже, то есть он боится, даже, даже статисты его и даже двойники не хотят ехать туда, где их, скорее всего, просто тряпками выгонят, потому что, известно, насколько они непопулярны вообще во всех регионах Северного Кавказа и, в частности, конечно же, в Дагестане, но там он их, там повесил им, так сказать, вот эту вот подачку, сказал, что выделит им 5 миллиардов, они, значит, за этого стерпели появление этого, значит, Путина подобного, пока оригинал удовлетворялся кадрами, что он все еще кем-то принят, что он все еще какой-то имеет авторитет, что он все еще какое-то имеет значение, но это же, как сказать, такой уровень тщеславия, это за шаг до падения бывает, то есть, то, чем он сейчас занят, то есть, попытками убедить, успокоить себя тем, что он все еще имеет значение для, как для своего окружения, так и, в принципе, для мира, то есть, это же грандиозные какие-то вот эти элементы бреда возникли, то есть, это целая отдельная цивилизация, это же надо что сказать, то есть, это не просто какая-то гэбня, которая сговорилась с еще одним преступным режимом и даже не с одним и терроризирует теперь планету, остальным людям, в отличие от них, есть чем заняться, у остальных людей есть семьи, работа любимая, путешествия, нормальные эмоции, жизнь, желание жить комфортнее и дольше, там, бороться со старостью, со смертью, вкладывать деньги в медицину, в искусство, у него этого ничего нет, она в бункерной крысе живет там где-то без, так сказать, возможности выйти, видимо, даже на свежий воздух, и поэтому вот такие свои вылазки он использует, как ему кажется, с максимальной для себя терапевтической пользой, но однако за время, пока он там сидит и сдувается, конечно, все понимают, что те препараты, на которых он находится, очень ограниченного действия по времени. Спасибо большое, Мария, огромное, как всегда, очень экспрессивно, всегда очень информативно, до встречи, слава Украине, разом до перемоги, до побачи. Слава, тримаем устрей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин